Сам ПСА Арестович человек яркий, несмотря на своеобразную манеру, и он, безусловно, когда, даст бог, кончится война, наступят выборы, сильно повлияет на их ход. Я имею в виду президентские выборы. Если его не собьют еще раз. Ну, вот это интересный вопрос, потому что мнение таких людей, как Арестович, который во время войны стал таким значимым и для очень многих людей, безусловно, будет иметь, ну, не решающее, но важное значение, одно из. И, конечно, оппонентам, скажем, нынешней власти договориться с такими, как Арестович, будет невозможно. Я-то вот, россияне, я не лезу в украинскую политику, но все равно являюсь до известной степени жертвой ее, так сказать, медийного спора и вот этих операций. Но Арестович-то вообще-то гражданин Украины, и у него есть своя позиция. И поэтому давняя эта нелюбовь, понятно, с кем, да, значит, она выливается в попытки понизить доверие к нему и влияние его в информационном пространстве в Украине, потому что оно конвертируется в позицию в момент выборов. Я думаю, что здесь очень простая схема, она линейная. Чтобы не было такого человека, который, кстати, по всем рейтингам занимает второе место по влиянию информационного в медийном пространстве Украины после президента. Ну, президента и заложного. Президент и заложный, да. Да, президент и заложный. Ну, там вроде как всегда пишут Порошенко 3%, Арестович 1%, но... За кое дело? 3-1-то. Да, 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 я смотрела эти все рейтинги, вот я по поводу, вы мне сказали рейтинг информационного влияния, вот здесь не буду с вами спорить, но рейтинг политический, это всегда Зеленский, заложный, там потом Порошенко и потом Арестович, это правда. Да, ну нет, по-моему, там другое соотношение, но сам факт, что, безусловно, его воспринимают, никуда он ни в какие, как мне кажется, выборы не пойдет, естественно, президентские, Арестович, но это не значит, что он не будет влиять на них, почему не будет влиять? Будет на них влиять. Будет влиять. Вот о чем речь. Ну, площадка есть, в том числе ваша, поэтому, да, да, это сильно. И поэтому это и является объектом воздействия прямо сейчас. Понизить этот рейтинг, понизить доверие сейчас, а не ожидая, не дожидаясь, когда наступит политический процесс, политический этап уже выбора. Хотела бы еще с вами поговорить по поводу информационных операций, которые тоже, как бы, происходят, они заметны, вот. И вот последний разговор, я не знаю, вы его обсуждали где-то, я же не заметила, вчера вроде слушала вас, разговоры Пригожина и Ахмедова, олигарха. Говорили или Шортс у вас был? С Арестовичем мы обсуждали и с другими гостями тоже беседовали, да. Вот, потому что очень хочется понимать, да, скорее всего разговор был, но вот в какое ипсо его сейчас перевернут, вот это интересно. А еще интересно, Марк, быть может, у вас есть какие-то связи с россиянами, да, через кого-то, через вторые руки, третьи. Что там происходит сверху, что вот это стало возможным? Ну, я могу сказать, что разговор, по-видимому, все-таки подлинный. Я не считаю, что это какая-то компиляция на иросети. Именно потому, что он бросился оправдываться, Пригожин это еще одно свидетельство, Пригожин два я его называю, что, скорее всего, это действительно подлинный разговор, да. Почему? Потому что, ну, во-первых, это все обсуждают и другие. Мы знаем эти рассуждения и эти разговоры. Я действительно знаком с несколькими олигархами, миллиардерами из списка Форбса. Они сейчас живут во Франции, один в Монако, другой там на Капфера. Но я вам хочу сказать, что они что же самое говорят, понимаете? Тоже абсолютно самое. В тех же выражениях Ахмедов здесь, миллиардер Ахмедов, по-моему, он бывший уже сенатор, член Совета Федерации, от Астрахани, по-моему, да, или Архангельская, что я сейчас забыл. Но они же все так же рассуждают. Все так же рассуждают. Нет здесь ничего такого, чтобы они обсуждали, да нет, они вообще не могли на эту тему говорить. Они все об этом говорят. Но там очень ключевой момент. Он, знаете, в чем заключается? Он говорит, ну вот саму как-то все избавится от этого сатаны, от этого пусть. Как это само? Ты же сидишь, у тебя полтора миллиарда. У тебя же такие же друзья. Вы с ними выпиваете, вы то в Дубае, то в Израиле, то в Лондоне. Даже под санкциями. Почему ты считаешь, что кто-то за тебя должен это сделать? Это ты же коррумпировал чиновников, ты с ними работал, ты, так сказать, был в Совете Федерации. Почему кто-то должен это сделать? Вот это поразительно. Это вот это такое какое-то политическое и социальное издевимчество. Он же Пригожину говорит, что это. Пригожину говорит, ну еще хотелось бы год в другой поработать, годик в другой поработать. А тот ему говорит, значит, ты делай бизнес на вот этом, на вот этом делай. Продавай в Британии, продавай в Швейцарии, потому что все равно заберут. Они же про бизнес. Они же не про то, чтобы кокошить этого ошалевшего, этого козлика. А тогда на что вы жалуетесь? Если вы не готовы не брать ответственность, не заниматься этим. Там ведь те же разговоры и те же заявления делают тот же Фридман в Лондоне. Почему мы как бы занимались деньгами? Ну, все, что угодно нам придает. Но мы же не войной занимались, это Путин. И как мы можем его снести? И если раньше к ним прислушались и говорили, ну да, это как-то сложно, что же олигархи, они просто имеют мнение. А сейчас он говорит, это не наша уже больше забота. Это вы теперь занимаетесь. Или лишите всех денег, вот санкции и так далее. Вот вы его снесите, и в качестве призма мы вам что вернем. Вот как разговор строится. Больше никто не вдумывается на Западе, а как они это сделают? Вон у вас Абрамовичи, вон у вас, значит, все остальные, вот и занимайтесь. И принесите нам результат, покажите, что вы от него избавились. А если нет, ну тогда страдайте. Вот логика. И я думаю, что этот разговор, он подтверждает именно этот, в общем, понимаемый нами тезис в качестве инсайда, что они именно вот так и рассуждают. Пусть кто-то придет и сделает. Тогда вот мы, конечно, там, ну вот если. Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Хорошо. Я вот, мне всегда очень хотелось задать вам этот вопрос. Как-то, и сейчас я не тушусь. Ладно, решаюсь. Вот скажите, люди, которые уехали, там, вы, ваша история понятна, вы продолжаете работать, вы воюете, как бы, тут однозначно. Я воюю. А вот, да, вы воюете, вы на войне. А другие, российские либералы, толстосумы, творческая интеллигенция, научные сотрудники, скажите, они уже попрощались с Россией? То есть это эмиграция, там, следующий штрих, как я говорю, да, это эмиграция три? Или есть все-таки еще, зачем Россия? Ну вот для нас, для украинцев, да, это всегда вот с такими объяснениями. Ведь и немытая, и грубая, и там еще такая, и ворует, и то, и все, да. Вот, или вот окончательный уже этот разрыв, эти люди, которых вы видите там во Франции, на Кипре, в Бельгии, русские, все, для них уже все ясно, или все-таки Родина манит, и не просто Родина, может быть, там, у кого-то какой-то бизнес, какие-то квартиры, родственники, много обстоятельств. Или все же есть осознание, что это наше, настоящее и будущее? Абсолютное большинство уехало как бы временно. То есть они на двух стульях и пытаются сохранять эту связь и сохранять эту перспективу на будущее возвращение. Почему? Вы понимаете, их отъезд, он же ведь вызван был страхами, которые возникли в связи с войной. Они долгое время пытались кто-то, конечно, изображать, что он имеет независимую позицию, но пытался все-таки устраивать жизнь именно в России. В отличие от предыдущих волн эмиграции, вот эта четвертая, она в значительной степени отличается тем, что люди уезжали не просто в никуда. Ведь многие имели второй дом, какой-то бизнес, какие-то сбережения на Западе, и поэтому они не совсем приезжают в никуда. Есть и другая категория, конечно, людей молодых, у них ничего нет. При том, что они мобильные, они знают языки и, может быть, имеют даже дистанционную профессию, есть какая-то часть, о которой вы говорите, московская интеллигенция из крупных городов, урбанизированная такая, знаете, среда. Они уехали с расчетом вернуться, и сейчас они очень осторожничают, не делая каких-то действий, которые могут спровоцировать запрет, невозможность их возвращения. Потому что эту надежду на то, что они вернутся, они лелеют, потому что, ну, как бы им бы хотелось иметь свободное движение туда-обратно, но уж точно иметь возможность не только уехать, но и вернуться. И это тоже является проблемой, и многие опасаются однозначно определиться, публично заявить, сказать о том, что этот режим должен рухнуть, все должны быть наказаны, это военные преступники и так далее, сохраняют для себя эту возможность. Это точно, абсолютно. Какая-то часть, безусловно, порвала окончательно. Ну, там, я иноагент. Я знаю, что на меня два дела, они пока еще держат в папке, чтобы опубликовать подходящий момент, чтобы меня не капитализировать. А то, знаете, тут про меня растворяет ИПСО, что я так сомнительная биография, а тут они, значит, на меня вешают это дело в эзофейке. Это своя у них технология, даже не пытайтесь в нее вникнуть. А какая-то, в общем, часть, да, она порвала, она не очень большая, кстати, и раньше имела эту ясную позицию, и имеет ее сейчас. Но, повторяю, преизрядное количество – это люди, которые хотят не дать повода, чтобы уже вернуться невозможно было совсем. У них и бизнес, родственники, дети и много чего еще. Понятно. То есть, все-таки, все-таки, да, но кто-то же должен выполнять эту работу по изменению России, правильно? Но это не эти люди, правильно? То есть, они ждут. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что, смотрите, прямо сейчас на наших глазах нарождается в некоторых средах какой-то кумулятивный слой, причем который придется учитывать. Ветераны, теперь вернувшись с этой войны, с ними что делать? А они создадут субстанцию политическую, тем более, если рухнет система, их объединят, в это вложатся, этим займутся, это точно, абсолютно. Это, например, я бы сказал, лихие всякие люди, которые, может, войну и не прошли, но поживились на войне, такие тоже появятся, да, схожие с Пригожным и так далее. Это, скажем так, внутри армии, внутри спецслужб какая-то осознавшаяся среда, появившийся шанс подняться с самого низа до самого верха. То есть, много групп. Иммиграция будет не в первых рядах здесь, совсем не в первых. Это иллюзия думать, что, значит, люди, уехавшись, да, спасшиеся, они спаслись, но то, что они смогут решающим образом влиять на будущее, это не факт. Этим надо заработать. Как я уже много раз говорил, надо создавать не антивоенные комитеты, а военные комитеты. Понимаете? То есть, нужна война внутри России, если вы хотите чего-то добиться. Потому что, когда случится, что не станет Путиным, вы в этом ряду не будете не только первыми, даже десятыми. В чем ваша претензия будет, если, так сказать, конкурентами с вами будут люди куда более расторопные и более решительные, чем вы? Так что здесь масса проблем. Иммиграция политическая русская, она всегда неблагодарна. По отношению к ней история неблагодарна. Единственный опыт – это Ленина, который можно считать относительно успешным, и его окружение, которое потом все равно перебили. А так, в общем, русские иммигранты – это банка с пауками, что уж там скрывать. Хоть возьмите от Милюкова, который редактировал ежедневную газету в Париже, хоть Киренского, который осел с социалистическим своим проектом в Америке, хоть монархистов, хоть РОВС, бывших белых офицеров и так далее. Никто ни с кем не договорился. Мало того, друг друга стреляли. Отца Набокова в театре прямо застрелили, понимаете? А он был видным кадетом. А вот. Спасибо.